Добрый день! Мы сегодня с вами поговорим о том, как представлена в современной российской прозе Великая Отечественная война в новейшей литературе. Но здесь надо сразу временные рамки определить, что подразумевать под новейшей литературой. Я так думаю, что под новейшей литературой мы будем определять ту литературную ситуацию, которая возникла в России после распада Советского Союза, то есть с 1991 года. Для начала надо вообще сказать, что тема войны в русской литературе всегда была одна из ключевых, пожалуй, с того момента, как война началась. В этом, кстати, очень важное принципиальное отличие этой ситуации изображения войны в Первой мировой войне Великой Отечественной. Заметьте, что в Первой мировой войне, юбилей, который мы отмечали в прошлом году, все-таки у литературы нельзя сказать, чтобы она откликнулась на события Первой мировой войны сразу же какими-то значительными произведениями. Да и впоследствии Первая мировая война была отодвинута событиями революции, гражданской войны, и поэтому во многом в литературе остается такой войной темной, неизвестной, не до конца изученной. Что касается Великой Отечественной войны, то здесь ситуация прямо противоположная. Русские писатели моментально на нее откликнулись, известно их и непосредственное участие в событиях Великой Отечественной войны. Известны те произведения, публицистические, поэтические, прозаические, которые тогда появлялись. И, собственно, вот эта вот тема войны стала одной из ключевых в русской литературе XX века, второй половины XX века, в той литературе, которую мы называем советской. И я думаю, в принципе, от этого термина нет смысла отказываться, не нагружая его каким-то особенно идеологическим смыслом. Вполне логично считать, что в советской литературе военная тема была одной из ключевых. И здесь можно вспомнить произведения и таких классиков советской литературы, как Шолохов, Симонов, Иренбург, Твардовский. Можно вспомнить тех писателей, которых... Андрей Платонов. Можно вспомнить тех писателей, которых, собственно, война вызвала в литературу, которых война призвала в литературу. Это и замечательное поколение военных поэтов, это и военная проза. Можно вспомнить великий роман Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда». То есть я говорю к тому, что вот эта военная тема в литературе, она имеет очень давние, очень серьезные, очень глубокие и прочные традиции. И очень любопытно смотреть, как эти традиции развивались по мере шествия XX века, по мере развития нашей страны, развития литературы. И военная литература переходила через разные этапы, если так можно, разные ступени своего развития. И можно вспомнить так называемый термин «окопной правды», когда война изображалась не с ее парадной стороны, а война изображалась именно как тяжелый труд, война изображалась как невероятное страдание, как подвиг народа, который был заключен в каких-то повседневных событиях. И, собственно, проза таких авторов, как Юрий Бондарев, Григорий Бакланов, Константин Воробьев, вот очень важное, кстати, имя, когда мы говорим о военной литературе, Василь Быков, безусловно, один из самых ярких представителей этой прозы. Но это, тем не менее, литература советского периода. И я говорю о ней о том, потому что очень важно и интересно посмотреть, как вот эти традиции стали преломляться в изображении Великой Отечественной войны, начиная с 90-х годов, когда русская литература вступила, пожалуй, в уникальную полосу своего развития, а именно в русской литературе перестала существовать цензура. Можно совершенно точно сказать, что конец 80-х, начало 90-х годов стали важнейшим рубежом вообще в истории русской литературы, потому что впервые за все время своего существования она стала абсолютно свободна в выборе тем, героев, стилей, направлений. Никто ее не стеснял, никто ей не мешал. И, наверное, у этого были и свои, безусловно, и положительные стороны. Наверное, можно говорить о каких-то издержках вот этой свободы, которая на всех на нас нахлынула. Но так или иначе, нас интересует вот не литературная ситуация в целом, а нас будет интересовать, ну вот, несколько таких очень важных литературных писательских сюжетах, связанных с темой Великой Отечественной войны в 90-е годы прошлого века и в наше время, что можно об этом сказать. Во-первых, что появилось? Если вообще в целом русская литература советского периода, даже стесненная цензурой, тем не менее, была, по всей вероятности, максимально свободной территорией просто выражения мыслей, чувств, и русские писатели изначально, как бы, по идее, по сути своего творчества опережали публицистику, опережали, может быть, даже какие-то научно-исторические изыскания. И литературе удавалось сказать правду о войне гораздо больше, чем в других сферах жизни. Достаточно прочитать там Константина Воробьева, его произведения, или того же Василя Быкова, которых как раз критиковали за правду в изображении войны, то в 90-е годы эта проблема была снята. В 90-е годы можно стало говорить о чем угодно, писать о чем угодно, привлекать любые исследования, привлекать любые факты, привлекать труды тех историков или те документы, которые прежде были закрыты в архивах. То есть само по себе вот это вот открытие архивов, открытие свободного общения с историками зарубежными, которые тоже имели свой взгляд, свои факты, свои концепции Второй мировой войны, все это, безусловно, погрузило саму литературу, саму прозу в другой контекст. Мы стали узнавать о войне те вещи, которые мы не узнавали. И в 90-е годы это было очень важно. У нас сейчас, скорее, ситуация немножко изменилась, вот именно в самые последние годы. А в 90-е была вот именно ситуация таких вот очень жарких, очень неоднозначных споров отношения к тому, что во время войны происходило. И появилась масса очень интересных документальных произведений. Вот это, собственно, вообще документальное начало в литературе 90-х годов. И это эхо такого документализма, оно продолжается поныне. Оно потому важно, что, вот я говорю, что художественная литература, ее отношение с цензурой – это всегда такой своеобразный роман. Цензура где-то мешает литературе, где-то помогает литературе. Но именно художественная. Что касается документа, документальной литературы, то здесь никакой помощи от цензуры быть не может. Здесь цензура может только мешать. И поэтому, когда цензурные всякого рода запреты были сняты, то появилось огромное количество документов. Появились статьи, появились воспоминания, появились факты, которые по-новому открывали вот эти военные эпизоды, военные картины. И были такие, например, я помню, очень большое на меня впечатление произвела книга Петрозаводского писателя, которого звали Виталий Морозов, это не очень известное имя. Он выступил с воспоминаниями, которые назывались «Так было». Это рассказ ребенка, подростка, он тогда был молодым человеком, ребенком во время войны. И вот он описывает будни русской деревни времен оккупации. То есть наши представления об оккупации, все-таки они были достаточно однозначными. А он показывает, вот как, из чего эта жизнь состояла. Вот как люди реально выживали, как складывалась их жизнь, как им не хватало соли, как они куда-то ходили, чтобы эту соль добыть. Какие были сложные отношения между, скажем, партизанами и местным населением. Какие были не очень простые, опять-таки, не надо упрощать отношения между русскими и немцами. И вот такого рода личные воспоминания о войне, которые были лишены какой-то заданности, которые были лишены идеологической направленности. Когда человек просто писал, вот название этой книги «Так было», оно очень точно передает ее суть. И надо сказать, что вообще это была эпоха, когда стали открываться не самые, может быть, крупные писательские имена. То есть наряду с крупными писательскими именами стали открываться какие-то факты повседневной жизни. Вот есть такая исследовательница Любовь Миронихина. И в журнале «Литературная учеба», главным редактором которого я являюсь, мы на протяжении нескольких лет печатали очень интересные материалы, которые она готовила следующим образом. То есть она фольклорист по своему первому образованию. И долгое время она занималась тем, что она просто собирала фольклор, предание старины. А потом, вот несколько лет, уже, может быть, более 10 лет тому назад, она увлеклась такой очень интересной темой. Она стала опрашивать людей, ветеранов войны, или тех людей, которые пережили немецкую оккупацию, или тех людей, которые участвовали в партизанском движении. И просто записывала их рассказы, не приукрашенные, не ангажированные, не ставящие перед собой никакой цели, кроме одного. Вспомнить, как было на самом деле, как люди жили во время войны. Как сражались, как были в тылу, как были под немцами. И вот эти публикации, которые мы в нашем журнале осуществляли, мне кажется, это тоже один из этих важных фрагментов литературной картины в новейшей русской литературе, когда правда собирается по крупицам, правда собирается по деталям, правда собирается по этой вот мозаике. И все это показывает такую очень интересную картину. Я просто в качестве примера могу привести, почему мне это близко и интересно. Потому что, когда я был в вашем возрасте, даже чуть-чуть моложе, и учился в школе, то у нас в школе был музей боевой славы. Музей боевой славы, и мы занимались на самом деле примерно тем же самым. То есть мы встречались с ветеранами и записывали их истории, записывали их рассказы о Великой Отечественной войне. Ветераны тогда еще были молодые, бодрые, задорные. Это были 70-е годы. И та часть, военная часть, о которой я и веду речь, ее был номер 9903. Эта часть была знаменита тем, что в ней сражалась и погибла Зоя Космодельянская. То есть это была такая разведывательно-диверсионная часть, которая готовила молодых бойцов, там были и девушки, и парни, готовила их для того, чтобы они переходили через линию фронта и совершали там вот такого рода диверсии против фашистских оккупантов. И вот эти женщины, те, кто остались живы, в основном там было очень много женщин, ну и мужчины тоже, вот они нам приходили и примерно их смысл, их бесед с нами был такой, вам рассказать как надо или как было на самом деле? Это сейчас я не вас спрашиваю, это они нас так спрашивали. Я рад, что вы именно этот ответ дали, мы давали примерно такой же самый ответ. Вот рассказать как было на самом деле. И они нам рассказывали вот такую вот непарадную сторону войны. Собственно, в этой непарадности изображения войны было не противоречие русской литературной традиции, это было продолжение развития русской литературной традиции. Потому что по большому счету то, что писал Константин Воробьев в повести, например, «Убитый под Москвой», трагическая повесть о том, как погибли кремлевские курсанты, защищавшие Москву осенью 1941 года. То, что писал Василь Быков в своих партизанских повестях, это тоже было о том, как было. Но вот здесь усиливалось еще вот это вот документальное начало, усиливались вот эти вот точечные воспоминания, рассказы, как эти молодые люди, полные энтузиазма, полные святой веры и в социализм, и в Сталина. Ну, они были обычные такие вот хорошие советские комсомольцы, которые добровольно, ведь девушки все эти шли на фронт добровольно, их никто не принуждал туда идти, это была очень опасная работа. Кстати, вас забрасывали за линию фронта, и надо было выполнять там вот эти вот диверсионные задания. И многие не возвращались с этих заданий, и они вот такая вот повседневная жизнь, повседневный быт. Вот я сейчас даже корю себя, что моя память мало что, конечно, на сегодняшний день удержала, но я хочу сказать, что вот эта вот история, в которой как бы нет героев и не героев, то есть все герои, на самом деле все участники войны герои, все так или иначе прожили вот этот вот свой путь. И я тоже помню такую очень важную деталь, когда... Ну, вот они приходили к нам в школу. Они приходили к нам в школу 6 декабря, в день разгрома немцев под Москвой, и у кого-то было очень много орденов, у кого-то было мало орденов. Ну и у нас, конечно, ну дети, что есть дети, понятно. Они им объясняли, что не смотрите вы на эти ордена, тот, у кого мало орденов, это вовсе не значит, что он воевал хуже или совершил меньше подвигов, чем тот, у кого орденов много. Это не всегда справедливо, наличие наград не всегда справедливо отражает вклад человека в дело победы. И вот для меня все это было очень большим уроком. И вот мой интерес к этой военной теме, и мой взгляд в эту военную тему, он как раз был связан вот с таким вот личным опытом, с рассказами людей, которые это пережили. Хотя надо сказать, что вот мы сегодня тоже говорим, что у нас почти в каждой семье кто-то погиб. И это правда. И это правда, и, конечно, для нас война есть самая святая, и самая трагическая, и самая прекрасная, и самая великая страница нашей истории. Но я, например, знаю людей, которые просто не любили о ней рассказывать. Просто не любили и все. Потому что это было страшно. Потому что это было чудовищно страшно. И литература не может на это откликнуться. Литература не может идти по пути облегченного подхода к изображению войны. Но все-таки, чтобы говорить сейчас более конкретно, а не общо, я хочу предложить вам один очень важный, и очень, с моей точки зрения, интересный литературный сюжет, связанный как раз с изображением войны в русской литературе 1990-х годов. Потому что, как мне кажется, все-таки всплеск интереса к военной теме, и как бы такие результаты в изображении военной темы были именно тогда. Вот по моим ощущениям, совсем в современной русской литературе, все-таки тема войны уже не представлена и вряд ли может быть представлена очень глубоко и очень широко. Потому что те люди, которые в ней участвовали, к сожалению, сейчас уже, видимо, больших романов писать не могут. Хотя я скажу о писателе, который такую книгу написал. Значит, есть такой, был, к сожалению, он умер в 2001 году, замечательный русский советский писатель Виктор Петрович Астафьев. Виктор Петрович Астафьев, который родился в 1924 году, родился на Енисее, прожил очень тяжелую жизнь, но в то же время очень такую счастливую жизнь, счастливую в творческом отношении. Он был участник Великой Отечественной войны, когда ему исполнилось 18 лет, его призвали на фронт, он воевал, был тяжело ранен, контужен, потом вернулся с войны и стал заниматься литературой. И о войне он тоже писал. Он написал о войне, вот в советские годы, еще в 60-е, в 70-е годы, такую замечательную повесть «Звездопад». Может быть, вы ее читали, если не читали, очень советую. Был прекрасный фильм режиссера Игоря Таланкина по этой повести «Звездопад». Эта повесть даже не столько о войне, сколько о людях на войне. Это тоже очень важно. Астафьева в этой повести интересовало не столько изображение, собственно, баталий, военных событий, сколько его изображала психология молодого солдата, который после войны раненый попадает в тыл, попадает в госпиталь, находится в госпитале на излечении, и там он влюбляется, влюбляется в молодую девушку, в медсестру. И вот у них такая очень психологически тонкая, убедительная, нежно написанная история любви, любви, которая не может быть счастливой, потому что этот солдат, после того, как он пройдет курс лечения, он вернется на фронт, и неизвестно, уцелеет он, не уцелеет. У девушки своя какая-то судьба. Поэтому, собственно, это вот такая вот любовь, встреча, не встреча, встреча и расставание. И написанная, я говорю, с удивительной нежностью. И вот такое нежное изображение человека в античеловеческих условиях, вот это для Астафьева очень такая важная личная мысль, которую он, судя по всему, вынес из своего опыта. Еще одно очень такое принципиальное произведение, которое Виктор Петрович Астафьев написал о Великой Отечественной войне в 70-е годы, это была повесть, которая называется «Пастуха-пастушка». Тут мы тоже сразу видим контраст. Контраст между названием повести, ведь «Пастуха-пастушка» — это идиллия, это буколика, это изображение античного сюжета, в котором не может быть ни крови, ни страдания, ни горя, а может быть мирная любовь, долгая любовь счастливых людей на лоне природы. Но Астафьев специально дает такое название, именно противопоставляя то, для чего человек создан, задуман, вот это высокое предназначение человека — жить в любви, мире и покое, и та жесточайшая реальность, в которой человек оказывается. И сюжет тоже связан с любовью. Для Астафьева вообще вот эта вот тема «Война и любовь», «Война и женщина и мужчина на войне», она чрезвычайно важна. И «Пастуха-пастушка» — это было произведение, главный герой которого молодой лейтенант попадает во время одного из боев, там уже описано как раз и бой, и страшно, очень так достоверно описана эта военная ситуация. И вот этот молодой человек влюбляется в девушку, в хозяйку хаты, на постой, у которой оказываются солдаты его подразделения, оказывается он сам. И у них возникает вот такая действительно невероятно глубокая, пронзительная, сильная любовь, но которая заканчивается опять-таки трагически. Этот солдат, офицер получает ранение и умирает. И умирает в очень таких тяжелых, нечеловеческих условиях. Причем раненый, он ранен не тяжело, он как бы не должен умереть от этой раны. Но он не хочет жить. Или он не может жить. Или у него не осталось сил жить. Для Астафьева очень важно подчеркнуть в его прозе, что война есть противоестественное состояние человека. И вот дальше. Уже переходим к 90-м годам и к сюжету, связанному с новейшей русской литературой. Литературой 90-х годов. Как раз когда пала цензура. 90-е годы. Астафьев в это время, Виктор Петрович Астафьев, заслуженный, очень заслуженный, очень любимый, один из самых любимых русских писателей второй половины 20-го века, который помимо вот этой военной темы вошел в русскую литературу с такими великими лироэпическими произведениями, как повествование в рассказах «Царь рыба». Очень советую. Я в вашем возрасте как раз читал. И эта книга меня поразила, перепахала. В общем, великая книга. И не менее потрясающая у него есть такая тоже мемуарная повесть о своей бабушке, о своей матери, об отце, о своей родне, которая называется «Последний поклон». Вся сокретая нежностью, вся согретая любовью к людям, к природе. Вот, тем не менее, Виктор Петрович Астафьев главным произведением, главным делом своей жизни считал тот роман, который он начал писать где-то в 80-е годы, и который был опубликован в 92-м году. И этот роман назывался «Проклятые убиты». «Проклятые убиты» Виктор Астафьев. Роман был опубликован в журнале «Новый мир», потом выходил отдельной книгой. Значит, название этого романа, «Проклятые убиты», это цитата из старообрядческой молитвы, молитвы русских старообрядцев. Молитва, которая носит такой ярко выраженный, эсхатологический, апокалиптический характер. То есть характер, связанный с вот этими идеями русских старообрядцев о скором конце света, о пришествии дьявола, о проклятии всего земного мира и всего земного мироустройства. И вот чем интересен этот роман? При всем многообразии русской советской военной прозы, ее любопытной чертой, в отличие, скажем, от западного изображения войны, ведь понятно, что Вторая мировая война, для нас Великая Отечественная война, для Европы, для Америки, Вторая мировая война породила огромное количество литературы. Можно вспомнить Ремарка, можно вспомнить Беоля, можно вспомнить Хемингуэя, много самых разных произведений. Но одна из ведущих тенденций развития западной литературы была литература пацифистская. На Западе был очень силен пацифизм, то есть вообще неприятие войны. Про просто неприятие войны как таковой. Для русской советской литературы пацифизм не существовал. Все-таки вот самого этого непонятия не было пацифизма, не было явления пацифизма, не было как бы прихода пацифизма в литературу. Вот Астафьев, пожалуй, стал исключением. Проклятые убиты, на мой взгляд, можно прочитать как роман пацифистский. Но не в западной традиции, не в западном смысле, а именно вот в таком вот, ну, Астафьевском смысле, я бы сказал. Пацифизм, и это продолжение, в общем, тех зерен, которые были и в «Звездопаде», и в «Пастухе» и «Пастушке», это важно понимать, что любой писатель, конечно, развивается, да. Но то ли там он был в той или иной степени скован цензурой, какими-то идеологическими ограничениями, не мог выразить, высказать себя до конца, так или иначе, в этом романе Астафьев заявил о своем неприятии войны вообще, как факта. И он это заявил прямо. Он заявил это такими прямыми, абсолютно, высказываниями, образами и словами. И что еще очень важно иметь в виду, когда мы говорим о литературной ситуации 90-х годов, и это такой вопрос острый, публицистический, но, тем не менее, его нельзя обмянуть. Вот у нас сейчас в обществе возвращаемся все время к фигуре Сталина, спорим о том, там, Сталин плохой, хороший, менеджер, не менеджер, победил, не победил. Что было раньше? Ну, понятно, во времена жизни Сталина, он был великий генералиссимус, это не обсуждалось. Потом произошел 20-й съезд партии, когда Сталина стали, значит, низвергать со всех его пьедесталов, сокрушать монументы в его честь, а дальше писать разоблачительные какие-то статьи, появлялись книги, Солженицын появился, еще какие-то произведения были на эту тему. А дальше, когда к власти пришел Брежнев, про Сталина просто стали молчать. Молчать и все. Вот как будто Сталина не было. Я очень хорошо помню вот эти вот советские учебники, по которым я учился в школе в 70-е годы, там ими Сталина практически не встречалось. Ну, просто как будто его не было. Была коммунистическая партия, которая вела народ к коммунизму. Не, Ленин был. С Лениным все было очень хорошо. А вот дальше, как будто в Советском Союзе вождей не было. Про Сталина ни слова, про Хрущева ни слова. Ну, про Брежнева, может быть, там что-то говорилось. И вот когда началась перестройка, то вот эта лакуна сразу стала заполняться. Все стали говорить про Сталина. Потому что про него стало можно говорить, и всем было очень интересно про него говорить. И, собственно, именно тогда родилась вот эта мысль о том, что Сталин и Гитлер антиподы. Наоборот, не антиподы, а наоборот, подобие. Что вот там был тоталитарный режим, тут был тоталитарный режим, там был тиран, здесь был тиран. И вот тема Великой Отечественной войны, тогда в 90-е годы, говорю, сейчас ситуация изменилась. Но мы берем такой некоторый исторический экскурс и берем вот этот вот период последнего времени. Тогда и стал вопрос, какой ценой народ победил. Тогда стал подниматься вопрос о заградотрядах. Знаете, наверное, да, заградительные отряды, то есть когда бойцы шли в наступление, впереди были немцы, а сзади были свои же, которые будут стрелять, если ты побежишь назад. В советское время об этом просто молчали. А теперь об этом стали говорить. И может быть говорить даже больше, чем это заслуживало. Может быть даже преувеличивать роль этих отрядов и всего прочего. Но такое было время. Такой был немножко разоблачительный пафос. И вот Виктор Петрович Астафьев в этом своем романе, он очень тяжелый роман для прочтения. Я считаю, что об этом романе нужно говорить. И, наверное, его нужно знать филологом, его нужно знать историком литературы, его нужно знать писателем, коль скоро мы находимся в литературном институте. Так вот, в этом романе он начинается с того, что описывается, ну как бы учебный лагерь для новобранцев, говоря более или менее современным языком. То есть, описываются молодые солдаты, молодые ребята в Сибири, которых призвали 18-летних из разных уголков Сибири, призвали на войну. Но на фронт их сразу не отправляют, а их отправляют в тренировочный лагерь, где они попадают в чудовищные условия, где все не подготовлено, все не приспособлено. Зима, жесточайшие морозы, голод, болезни. И вот эти молодые парни, здоровые молодые парни, которые туда приезжают, они через некоторое время просто превращаются в каких-то дистрофиков. То есть, вот такой вот, почему Астафьев это не выдумывал. Он писал, основываясь на своем личном опыте. Его задача была снять парадный глянец с изображением войны. Вот он в своих интервью, в своих публицистических работах, он всегда говорил, опять-таки, к вопросу о ветеранах войны. Вот придет какой-нибудь ветеран войны в школу, говорил Астафьев в своих интервью. И начинает детям рассказывать, как вот мы били врага, били там, били тут, били здесь. А когда спросишь его, ну а на самом-то деле как было? А на самом деле он не будет рассказывать. Он будет рассказывать вот именно вот так вот героически приподнято. И Астафьева эта ложь раздражала. Фальшь раздражала. Потому что для русской литературы все-таки правда превыше всего. Правда выше идеологии. Или точнее, правда и есть ее идеология. И никакие установки, спускаемые либо из идеологического отдела ЦК КПСС, либо откуда-то еще, русской литературе не указ. Как бы задача рассказать правду. И вот в Астафьеве это чувство правды, оно было особенно болезненно. И для него война, похоже, была личным потрясением, потому что он видел ее дикую бесчеловечность. И вот он описывает этот лагерь. Описывает солдат, которых просто уродуют, свои же уродуют. Они еще до фронта не доехали. И одна из самых трагических, одна из самых пронзительных страниц этого романа это история двух братьев, близнецов по фамилии Снегирева. Представьте себе, все эти солдаты живут в этом лагере, голодают, холодают. А рядом находится деревня, откуда два этих брата. Рядом километров 50-60, по сибирским меркам совсем мало. И два этих брата однажды решили просто сходить в эту деревню, погреться, помыться, отъесться, взять продуктов. И эти продукты принести своим ребятам, своим товарищам. Они так и сделали. А на военном языке это что такое? Это дезертирство. Это самоволка. Причем самоволка в мирное время это одно, а в военное время это совсем другое. И когда эти два симпатичных парня, хорошие такие, счастливые, довольные, когда они никуда не сбежавшие, возвращаются назад, то над ними трибунал и их расстреливают. И это одна из самых вообще невыносимых страниц в истории русской литературы. Это сцена расстрела этих двух братьев. Она невыносимая, потому что они до конца не верят, что их расстреляют. Им кажется, что их попугают. И им даже говорят, что, дескать, вы не бойтесь, это просто для острастки, чтобы больше никто не бегал. И солдаты, которые стоят, вот их, которые, вот ребята, с которыми они вместе были здесь, они тоже думают, что это для острастки. И только командир этой части, там совершенно поразительный образ, такой капитан Щусь, умный, опытный, совестливый, хороший русский человек, он видит, что прислали команду НКВД из области. Чужих прислали. И эти чужие на глазах вот у всего лагеря расстреливают двух невинно, фактически, вот этих вот замученных парней. И эту сцену невозможно не пересказывать, не читать. Она продирает, как вот, я не знаю, мало, наверное, в русской литературе такого рода сцену. И это Астафьев. И это его взгляд на войну. И это его приговор даже не советскому строю, даже не НКВД, даже не Сталину. Нет, там все глубже у Астафьева. Это приговор человеческой природе. Людям, которые хуже, чем звери. Вот это в романе есть. Хотя наряду с этим, это очень такой мастерский, очень многоплановый роман, там наряду с этим есть много хорошего. Там как бы вот именно показано, как война, она раскрывает в человеке и самое прекрасное, и самое ужасное. Война как бы распахивает диапазон человеческой натуры. На войне место и действительно героям, великим, святым, светлым людям. И на войне есть место подлецам. И то, и другое присутствует. И зачастую подлецы оказываются как бы более удачливыми, и более главными, и более важными, чем... Сейчас до Владимира дойдем еще, вы можете туда не смотреть. Чем, значит, время мирное. Первая часть романа, вот связанная именно с этим. Вторая часть романа, проклятые убиты, называется Плацдарм. Она посвящена конкретному военному эпизоду. Да, я уж тебе хотел сказать, что в принципе такой диапазон, он всегда был в русской военной просьбе. Но опять-таки, то ли цензура, то ли время, то ли художественный какой-то такт, вкус, оно немножко его сужало, оно не делало таким поляризованным, не делало такого разброса, не делало таких контрастов. Никто как бы не решался писать такую сцену, как свои убивают своих. А Стафьев это сделал. И вот вторая часть его романа называется Плацдарм. В ней, в этой части, описывается конкретный военный эпизод. Очень важный военный эпизод. Очень важный эпизод в истории Великой Отечественной войны. Это переправа через Днепр и освобождение Киева. Это осень 43-го года. Это была безумно тяжелая военная задача, потому что, может быть, в школе читали Твардовского Василия Теркина «Переправа, переправа, берег левый, берег правый». Да, вот, ведь как получалось, что мы наступали, всегда с левого берега должны были переправляться на правый, потому что реки так текут. А левый берег низкий, а правый берег высокий. Вот представьте себе, как трудно с низкого левого берега штурмовать укрепленный немцами правый берег. И сколько людей погибало во время этой переправы. И вот Астафьев описывает вот эту конкретную военную операцию. И когда это читаешь, то ощущение такое, что у тебя под пальцами, у тебя перед глазами, перед твоими руками книга просто рассыпается. Рассыпается в том смысле, что это не литература. Это что-то другое. Как, знаете, говорил Пастернак, поэзия – это клубок дымящейся совести. Вот про Астафьевский роман можно сказать что-то похожее. Астафьев как бы хочет сказать, что правда войны настолько невыносима, вот реальная правда. Вы хотите знать, как там было на самом деле? Вот вы хотите знать, что скрывается за этими звездами, памятниками, что скрывается за этими строчками 41-45, там, Москва, город-герой, Киев, город-герой. Вот как оно там было на самом деле, вот я вам расскажу. И действительно читать невыносимо, потому что это люди, которые их заставляют переправляться, умеют они плавать, не умеют они плавать, их заставляют переправляться в холодными осенними ночами через студеный Днепр. Немцы их раскрывают, начинают по ним стрелять, они гибнут там сотнями, тысячами, они уходят под воду. Ну, собственно, у Твардовского тоже это было в поэме Василий Теркин, но в поэзии это немножко по-другому звучит и немножко по-другому воспринимается и описано. Астафьев очень натуралистичен. Вот, пожалуй, главная примета, такая художественная, особенность его письма заключается в том, что его высочайший реализм, он, конечно, писатель, художник, реалист, он как бы переплавляется, переправляется уже в натурализм, и ему важны подробности, ему важны страшные подробности, от которых вот содрогается сердце. И ты начинаешь понимать, что это уже не роман. Это не роман. И он понимает, что это не роман. И он понимает, что правда о войне не может быть романизирована. Что любой роман это какое-то приукрашение действительности. Любой роман это такая эстетизация действительности. А здесь она разрушается, сознательно разрушается. Разрушается форма ради того, чтобы содержание ничем как бы не скованное, ничем не сдержанное, ничем не ограниченное содержание могло себя высказать полностью. То есть снимается не только цензура политическая, не только цензура идеологическая, снимается цензура художественная. Кстати, вот тоже такая очень важная стилевая, лингвистическая деталь. Роман «Проплятый и убитый» был первым русским романом, напечатанным в русском журнале «Новый мир», где были матерные слова, написанные вот от первой до последней буквы. То есть до этого, ну там где-нибудь в самой издате, на Западе, все что угодно могло выходить тысячу раз. Но чтобы это вышло именно вот в таком солидном журнале как «Новый мир», такого раньше не было. А здесь это вышло. И оставь его за это критиковали. Но он стоял на своем. Что он будет говорить «Всю правду». Что вы не думаете, что там кто-то пользовался какими-то другими словами, другими высказываниями. То есть вот такая вот жесткость изображения военных событий, она здесь присутствует. И надо сказать, что по этой причине роман вызвал такую очень неоднозначную реакцию среди критиков и среди читателей. Вот насколько всем полюбился «Игревица и рыба» и «Последние поклоны», и «Пастух и пастушка», и «Звездопад», и какие-то другие астафьевские повести. Вот к роману «Проклятые и убитые» и у критиков, и у читателей вот такое сложилось отношение не очень однозначное. Потому что было впечатление, что слишком давит автор вот фактами, слишком давит автор вот этой вот правды о войне на читателя. И читатель, может быть, не очень готов эту правду воспринимать. Но астафьев стоял на своем. Он стоял на своем, что он скажет последнюю правду о войне. Что он напишет такую книгу, после которой, как бы, ну, наверное, больше писать о войне уже нельзя. По крайней мере, вот я помню, что этого романа очень долго ждали. И я помню, вот я с таким чувством этот роман воспринимал. И надо сказать, что доказательство того, что Виктор Петрович как бы и сам понимал, что как роман это уже существовать не может, заключается в том, что он планировал три части в этом романе. Вот первая часть, это значит, «Чертова яма». Это место, где их готовили, где были расстреляны двое этих братьев. Второе место, это плацдарм. И должна была быть третья часть, связанная уже с окончанием войны и послевоенного времени. Вот эту третью часть он как роман даже не написал. Она у него, это очень интересный такой пример, как бы такая очень интересная история даже в мировой, наверное, литературе. Она у него дальше распалась на три повести. После этого романа Астафьев опубликовал три военных повести. Это конец 90-х годов. Одна повесть называлась «Абертон», другая повесть называлась «Веселый солдат» и еще одна повесть называлась «Так хочется жить». И вот все эти три повести они были так или иначе сюжетным приложением что ли к этому роману. Даже не продолжением, потому что в этих повестях действовали другие герои. Это было именно развитие вот тех сюжетов, тех вот событийных что ли сюжетов, тех идей, тех смыслов, которые были заложены в романе. И один из основных смыслов, что люди, которые пережили чудовищную войну, оказались в чудовищных условиях после войны, потому что они не были никому нужны, потому что как бы государство ими попользовалось и бросило их на произвол судьбы. И вот то уважительное отношение к ветеранам войны, которое появилось в нашем обществе, ну я так думаю, наверное, по большому-то счету только в 60-е годы. Ведь даже праздник Победы, День Победы, стал праздноваться только в 65-м году, по-моему, к 20-летию Победы. До этого он даже не был выходным днем. И вот все, что мы сейчас испытываем, после войны все было не так. После войны раненый, ты калека, инвалид. Тебя выбрасывали, выживай как хочешь. И Асафик очень болезненно на это отреагировал. И у него на эту тему, вот помимо этих трех повестей, о которых я говорил, есть такой рассказ, один из последних его рассказов, рассказ, который называется «Пролетный гусь». Пролетный гусь это как раз история молодого человека, молодого солдата, раненого на войне, который после войны женился, у них родился ребенок. И вот они живут в тяжелейших условиях и не могут выжить. Просто не могут выжить. У него нет работы, нет жилья, холод, болезни. И заканчивается это тем, что главный герой умирает сначала ребенок, умирает этот самый солдат, а его жена кончает жизнь самоубийством. Но при этом этот рассказ не оставляет ощущения безнадежного горя. Он чем-то просветлен. В этом было умение Виктора Петровича каким-то образом все-таки даже в этом аду оставлять какие-то лучики света, лучики надежды, которые мерцали то ярче, то темнее. Но главное, что я все-таки пока хочу сказать, что вот в моем читательском ощущении Астафьев хотел сказать, что война не может быть предметом эстетического изображения. Война не может быть художественной. Война не может быть романизирована. Это слишком страшная вещь, чтобы делать из нее литературу. Это слишком страшная вещь, чтобы делать из нее какую-то идеологию. И вот Астафьеву ответил, хотя вряд ли сознательно ответил. Это как раз тот сюжет в русской литературе, когда мы говорим не о сознательном диалоге двух писателей, а скорее о таком бессознательном диалоге двух писателей. Но, на мой взгляд, один из интереснейших вот этих вот сюжетов, связанных с военной темой в русской литературе 90-х годов стал роман Георгия Владимова, роман, который называется «Генерал и его армия». Вот это, на мой взгляд, роман, который все должны прочитать. Потому что это великий роман. Просто великий русский роман. К сожалению, не очень оцененный. Хотя он был оценен и критикой, и он получал свои литературные премии, и, наверное, был переведен на какие-то иностранные языки. Но все-таки у меня такое ощущение, что роман Георгия Владимова не стал таким широко читаемым в народе, как он этого заслуживает. Поэтому вот я очень бы хотел, чтобы вы к этому роману обратились. Владимов писал его много лет. Владимов вообще писатель с очень такой трагической судьбой. Там, наверное, это Бородин, это не Владимов, а Бородиней еще скажем. Владимов, писатель с трагической судьбой, он не был участником войны, что, кстати, важно в данном случае. Но это ни в коей мере не снижает значимости его романа. Вот он был такой советский писатель, который написал одну из самых ярких повестей о ГУЛАГе. У него есть такая повесть «Верный Руслан». Тоже очень советую вам ее прочитать. «Верный Руслан». Повесть, которая имеет под заголовок «История одной караульной собаки». Это изображение ГУЛАГа глазами сторожевого пса. Собака, которая охраняет лагерь, охраняет заключенных, которая как бы честно выполняет свою работу, вот через эту собаку описан лагерь. И описан лагерь, и момент, когда 53-й или 54-й год, Сталин умер, лагерь закрыли, и вот огромное количество собак оказалось неудел. Их просто выпустили, потому что они никому не нужны. И вот собака, которая приходит каждый раз на место этой службы, и как бы ждет, что все вернется, вернется хозяин, и они снова начнут охранять заключенных. Вот когда ты читаешь про лагерь вот так, это очень, это невероятно сильное впечатление, которое все-таки доказывает, что даже про такие страшные вещи, как ГУЛАГ, можно писать художественно интересно. Можно придумывать какие-то приемы, можно придумывать вот какие-то изобразительные средства, которые, наоборот, подчеркивают важность и глубину этой темы. Что литературе на самом деле... И говорю, здесь нет сознательного спора между Астафьевым и Владимовым. Но кажется, мне бессознательный спор есть. Там, где Астафьев хочет сказать «Литература, молчи!», Владимов как бы говорит «Нет, литература, говори!», потому что ты все сможешь сказать. И вот то же самое касается и военной темы. Итак, Владимов, который уехал из Советского Союза, его фактически выгнали, выставили как диссидента, как антисоветчика. И он уехал на Запад в конце 70-х годов. Он писал в течение многих лет роман «Генерал и его армия», роман, который был опубликован в середине 90-х годов, по-моему, в 95-м или 94-м. В 94-м году роман «Генерал и его армия» был опубликован в журнале «Знамя». То есть у Остапьева вышел роман в 92-м году в Новом мире «Проклятые и убитые», а у Владимова вышел роман в 94-м году, роман «Генерал и его армия». Вот «Генерал и его армия» это роман, в центре которого действительно генерал, советский боевой генерал, невероятно талантливый, невероятно одаренный, невероятно умный, генерал, который с одной стороны вынужден, с одной стороны сражается с немцами, понятное дело. С другой стороны, он как бы вынужден существовать в мире вот этих вот штабных, генеральских, кремлевских, околосталинских интриг и доказывать как бы свое стратегическое право, свое стратегическое мышление. Перекличка со Стафьевским романом замечательна тем, что главное событие, описанное в «Генерале и его армии» это то же самое переправа через Днепр. Тот же самый плацдарм, та же самая река и то же самое время действия в 1943 год. Но если Стафьев своим романом хочет доказать, что во время Великой Отечественной войны не было никакой стратегии, никакой тактики, была сплошная военная бездарность, побеждали числом, а не умением, побеждали брюхом, побеждали тем, что затыкали дыры, затыкали, вот просто числом бросали молодых солдат в топку, три слоя уложишь, по четвертому пройдут. И у Стафьеву принадлежит фраза, которую сейчас, наверное, не очень любят вспоминать, но из песни слов не выкинешь. Стафьев сказал про маршала Жукова, браконьер русского народа. Так вот, Владимир Владимиров, я говорю, не прямо споря с Стафьевым, он показывает в качестве главного героя генерала, который побеждает за счет стратегического искусства, генерала, который любит и бережет солдат. Он показывает, что были такие люди, что было военное искусство. И он показывает переправу через Днепр, которая осуществлена именно так, чтобы максимально сохранить число солдат. Чтобы понести минимальные потери. Чтобы добиться вот этого максимального эффекта. И ты, когда читаешь вот этот роман, то ты чувствуешь, как после Астафьева, просто помните свои ощущения. Вот как бы Астафьев, все, литература кончилась. И вдруг ты берешь Владимова и, батюшки, литература-то не кончилась, литература войны, я имею в виду. Вот она продолжается, вот есть герой, вот есть герой, вот есть обстоятельства, которые преодолеваются с помощью этого героя. Вот оно есть военное искусство, вот она есть военная проза, военная литература. И ты чувствуешь, что здесь тоже правда. Что своя правда есть у Астафьева. Она страшная, но она не вся. А какая-то есть правда у Владимова. И чем еще замечательен роман «Герои его армии» тем, что Владимов не побоялся в своем романе, то, чтобы не побоялся, ему-то, собственно, к нему это отношение глагол точно не имеет. Но Владимов коснулся в своем романе чрезвычайно важной темы, которая опять-таки широко обсуждалась в 90-е годы, это тема Власовского движения. Сегодня мы про это почти молчим. В 90-е годы это очень широко обсуждалось. Ведь больше миллиона советских солдат перешло на сторону врага. Пало в плен. Печальный, трагический факт, но опять-таки факт, который из песни не выкинешь. Факт, который требует осмысления. И многие шли вот в эту самую Власовскую армию. Многие, потому что были обижены на советскую власть, потому что были раскулачены, потому что были репрессированы. Собственно, известно, что когда немцы напали на Советский Союз, то Гитлер очень ожидал, что советские люди не будут защищать режим, который их репрессирует. Советские люди повернут штыки против Сталина, а не против Гитлера. Он недооценил как бы вот стратегическую мудрость народа, стратегическое величие народа, который в этот момент народ сделал точный исторический выбор и защищал свое отечество, несмотря на все вот эти политические противоречия, мягко говоря, противоречия. Но, тем не менее, какая-то часть либо сознательно переходила на сторону немцев, либо, попадая в плен, шла вот в это самое власовское движение. И это страница нашей истории, которая требует осмысления. И вот, мне кажется, в идеологии об этом говорить очень сложно. Если куда-нибудь выйди в какой-нибудь шоу, ток-шоу поединок и попробуй говорить про власовскую армию. Все будут друг на друга орать, обвинять в том, что это пятая колонна, и разговора не получится. А вот чем замечательна русская литература? Тем, что в литературе можно художественно изобразить эти вещи. Именно так, художественно, через образ, через судьбы людей. И вот поразительным образом Владимир создает сюжет, когда его главный герой, генерал Кобрисов, переходит на другую сторону Днепра. И там, на другой стороне Днепра, он видит маленький городок, маленький поселок даже какой-то, который немцы почему-то удерживают. И он не понимает, почему немцы его удерживают. Немцам не нужно его удерживать. Вот чем еще замечательный роман. Тем, что немцы показаны там как искусные стратегии. Там действительно показано, что война, вот помимо своих вот таких идейных и нравственных и моральных аспектов, война имела еще такой, ну вот чисто военный аспект, кто будет искуснее. Советские командиры или германские командиры. И германские командиры были очень искусные люди. У Гитлера были очень искусные, талантливые генералы. Что только возвеличивает нашу победу. Как бы этого не надо стесняться говорить. Это хорошо в том смысле, что значит мы оказались и здесь еще искуснее. И Роман Владимиров на самом деле про это. Но вот заковырка, почему эти искусные германские военачальники ведут себя так нелогично. Не сокращают линию фронта, не выпрямляют линию фронта, а оставляют погибать какой-то непонятный гарнизон, который понятное дело будет просто уничтожен. И дальше вдруг оказывается, что в этом гарнизоне уже на правом берегу Днепра там как раз находятся власовцы. И гитлеровцам их не жалко. Пусть русские убивают русских. А вот для самого генерала Кобресова, это главный герой этого романа, генерал его армии, генерал, для него это страшная трагедия. Он готов убивать немцев сколько угодно. Это его работа. Но убивать русских он не может. Он русский человек, и там русские люди. И вот для него страшнейшая моральная проблема. Вот мне кажется, причем Владимир вовсе не идеализирует этих русских, которые власовцы. Власовцы показаны как отчаявшиеся люди, которые от безнадеги пьют, пьют и больше им ничего не остается, для которых все в жизни кончено, все смыслы утрачены, но убивать их тоже тяжело. И почему я сосредотачиваю ваше внимание на этих вещах? Потому что это те темы, которые показывают подход русской литературе к войне как к явлению чрезвычайно сложному со всех точек зрения. Война не прощает простого ответа. Война не разрешает простого ответа. Войну нельзя покрыть глянцем. Война все равно оставляет вот эти проклятые вопросы. они есть. Генерал тот же Кобрисов показан как человек, которого Сталин гнобил в 30-е годы, который был репрессирован и его выпустили только потому, что после начала Великой Отечественной войны 22 июня Сталин понимал, что обескровленное командование Советской Армии, Красной Армии требует какого-то пополнения, пополнения где в тюрьмах, в ГУЛАГе и нескольких военачальников из ГУЛАГа вытаскивают, им дают возможность воевать и из этих людей генерал Кобрисов, который понятное дело не испытывает к Сталину никаких теплых чувств, но он защищает свою Родину. И вот сложные мысли человека, который защищает свою Родину, но одновременно слышит за Родину, за Сталина, и как это соединить или разъединить, и как это в голове соотнести, вот это вопросы, которые стоят перед героем и которые стоят перед читателем. Сложная история, непростая история, история, которая не дает однозначных ответов и однозначных решений. Вот, на мой взгляд, про что получился роман. И там есть совершенно такая потрясающая сцена в этом романе, еще одна, на которую мне хотелось бы обратить ваше внимание. это эпизод связанный с тем, как генерал Гудериан, немецкий генерал, захватывает город Орел. Вот опять-таки, если помните войну, немцы как бы пытались взять Москву в кольцо с севера и с юга. И вот с юга шла танковая армия Тула, Орел, генерал Гудериан, который изображен в романе как доблестный рыцарь, как вот такой вот крестоносец, никакого фашизма, никакой вот этой вот идеологии античеловеческой, ничего этого нет. Есть просто такой спортсмен от войны, что ли, рыцарь от войны, которому важна красивая, эффектная победа. И он ее достигает, потому что он великий стратег. И вот этот человек захватывает город Орел, где незадолго до того, как пришли немцы, были расстреляны советские заключенные. Были расстреляны кем? НКВДшниками. То есть НКВД держало в тюрьмах заключенных. И видя, что немцы приближаются, и понимая, что немцы этих людей освободят, НКВД приказало их расстрелять, но трупы убрать не успело. И вот когда Гудериан входит в город, то он приказывает все эти трупы положить на площади, чтобы жители увидели зверство большевиков, и чтобы жители воспринимали немцев как освободителей, а не как врагов. И дальше Гудериан сталкивается совершенно странно для него, вот здесь вот мастерство писателя сказалось, он как бы встает на точку зрения немца, такую очень рациональную точку зрения. Сталин палач, тиран, Сталин убивал ваших братьев, мужей, сестер, детей, вот трупы лежат, а мы освободители, мы просто чуть-чуть не успели освободить. Но когда Гудериан ждет, что его будут встречать как освободители, он увидит в глазах местных жителей, жителей Орла, он увидит страх, ненависть, и он ничего не понимает. Почему его ненавидят, за что его ненавидят, он никому зла он, Гудериан, не сделал. И он призывает к себе священника, священника, который совершает панихиду. Священник изображен тоже, там написано такой пьяненький русский поп, который икал от слез, от переживаний. И Гудериан его призывает и говорит, почему эти люди меня боятся и ненавидят. за то, что я не успел прийти так быстро и освободить этих заключенных, но разве я их расстреливал, разве в этом моя вина. И поп ему говорит, что в ваших словах, в ваших действиях нет боли. Как бы вы равнодушны. У вас это не ваше горе, это наше горе. И вы никогда наше горе не поймете. И вот для меня это великие страницы. Они как бы опять-таки показывают, что русская история и военная история и военная это наше горе и наша боль, которая не допускает каких-то простых формулировок и простых ответов. И не получится никакого незападного взгляда на эти события. И даже пацифистского взгляда на эти события не получится. Это народная трагедия. И Владимиров написал такой роман трагедию. И, кстати говоря, одним из героев этого романа он сделал генерала Власова. Он там называется не под собственной фамилией, а под другой фамилией. Но Власов это не главный герой. Власов все-таки пошел по пути к Александру Солженицыну. Замечательно, совершенно, который, понятное дело, ненавидел и Сталина, и всю советскую систему, но про Власовцев он говорил это нельзя. Это все равно нельзя. Даже ненавидя Сталина, даже из ГУЛАГа, все равно Власов это не путь. И вот, как мне представляется, Владимиров в романе показал, что это тупик. В романе показал, что правда все-таки за таким генералом, как Кобрисов, который, превознемогая себя, защищает советскую Родину. И еще один последний текст, на котором мне хотелось бы остановить свое внимание, еще один очень важный писатель, который написал, на мой взгляд, великолепную вещь о войне, это Леонид Иванович Бородин. Вот здесь я не поспевал за этими изображениями, но вы, наверное, видели его фотографию. Леонид Иванович Бородин, автор многих замечательных произведений, человек тоже с очень трагической судьбой, он родился в 1938 году, и поэтому он в войне не участвовал, но его война всегда влекла. Я вообще хочу о Бородине сказать пару слов. Бородин, потому что вы просто знали, что был такой писатель, он, говорит, великий, тоже немножко недооцененный русский писатель, он умер 4 года тому назад, родился в 1938 году. Он в свое детство прожил на кругу Байкальской железной дороги. Такая железная дорога вокруг Байкала. И у него было очень счастливое детство. Оно было счастливое, потому что это прекрасное место. Может быть, когда-нибудь вы это увидите, я вам очень советую, просто увидеть Байкал, увидеть эти горы. Это, наверное, одно из самых прекрасных мест на земле, он там жил. И кроме того, люди, которые жили вот в этом маленьком, родители его были учителя в школе, а сам этот поселок, он обслуживал Транссиб, Транссибирскую железную дорогу. И поскольку Транссибирская железная дорога имела стратегическое значение, то все поселки, которые обслуживали Транссиб, они снабжались немножко лучше, чем какие-то окружающие села и деревни. А там, вот в этом месте, в Сибири, на Байкале, там рядом других мест и не было. И поэтому Бородин рос с таким ощущением, что, искренне рос с ощущением, что он живет в самой прекрасной, в самой благоустроенной, в самой счастливой стране, которая возглавляется самым прекрасным вождем, Иосифом Сталином. Что все в этой стране хорошо, он действительно так жил. Вот в этом поселке была такая, как бы, искусственная ситуация. Люди заняты делом, у них хорошее снабжение, вокруг замечательный мир. И Бородин указал, что вся страна такая. Что в стране нет горя, нищеты, слез, тюрем, унижений. Как бы, ничего этого нет. И потом, когда он оттуда уехал, и когда он увидел, как реально живет страна, вот именно в нем что-то надломилось и перевернулось. Вот он испытал какое-то чувство вины за это свое детское благополучие. Чувство вины перед остальной Россией, перед остальной страной. И все это привело к тому, что он стал заниматься такой достаточно активной политической антисовет, очень серьезно заниматься. Я его знал, я с ним много разговаривал на эти темы, он сам много на эти темы писал. В молодости он был участник такой вот, ну как бы мы сказали сегодня террористической организации, которая ставила своей целью вооруженное свержение советской власти. Попал в тюрьму, была расстрельная статья, которую заменили тюрьмой. Из тюрьмы он вышел, стал заниматься литературой, стал писать, писать потрясающие совершенно книги. Он принадлежал к тому числу вот этого антисоветского движения, которое было не прозападническим, которое не ставило своей целью эмигрировать в Европу или в Америку, а именно ставило своей целью возродить Россию. Он считал, что советское это не синоним русского, антоним русского. Что советское как бы это, то, что подрывает русское начало. Он был в этом убежден. Считал, что социализм это главный враг России. Это было его убеждение. При этом он был потрясающий художник. Вот я вам очень советую прочитать, если вы не читали повесть, которую я бы включил во все школьные программы и учебники. У него есть такая повесть, которая называется «Год чуда и печали». «Год чуда и печали». Он эту повесть писал в тюрьме, когда ему дали второй срок. Причем, если первый срок ему дали, как он сам говорил, за дело, они хотели совершить теракт. Он даже мне рассказывал, как, что они берут автомобиль, едут там в Ленинграде, тогда жил, под Ленинградом, стреляют из автоматов по зданию КГБ в Ленинграде, дальше автомобиль на полном ходу должен был вылететь в Неву, а у них уже были готовы там какие-то акваланги, и они должны были, значит, таким образом уйти от преследования. Он, смеясь, уже говорил, что это было полное мальчишество, но вот тогда, когда он был молодым человеком в 60-е годы, у него был именно такой настрой. И у него была такая настоящая, вот с жесткой дисциплиной антисоветская организация. Потом он, конечно, от этого радикализма молодости отошел, хотя своего отношения к советскому строе не изменил, но он стал писать. И вот он написал в тюрьме, когда ему дали второй срок, это были жесточайшие условия. Он был в таком каменном мешке в одиночке, откуда выводили гулять на полчаса в дворик, где были забор там 5 или 6 метров, и видно вот так вот маленький кусочек неба полчаса в сутки и обратно в каменный мешок. И так много лет. 5 лет. То есть ему дали 10 лет, но потом случилась перестройка, и поэтому он 5 лет в этой тюрьме провел. И вот в тюрьме он сочинил повесть, ходил и сочинял, в голове записывал, которая называется «Год чуда и печали», и в которой нет ни слова ни про тюрьму, ни про лагерь, ни про антисоветскую деятельность, ни про что. Это про любовь. Про любовь мальчика и девочки на берегу Байкала. Поразительно, но написанное в тюрьме. И вот когда ты соотносишь два этих факта, ты понимаешь, как много может литература. Так вот, поскольку у нас тема Великой Отечественной войны, то я хотел бы сказать про повесть Леонида Бородина, которая называется «Ушел отряд». Надо сказать, что Бородин всегда очень сильно интересовался партизанским движением. Это ведь тоже интереснейшая тема в русской литературе, которую по учебникам истории, ну, по крайней мере, вот как я учился, по учебникам истории, мы представляем так, ну, достаточно так вот, планомерно, что ли, как-то плоско, однозначно, да, что вот советские, патриотически настроенные, значит, там, люди, не желая подчиняться немецким порядкам, уходили в леса, объединялись в партизанские отряды, совершали, значит, там, какие-то действия, помогали побеждать. Это все правда. Но это не вся правда. Вся правда заключается в том, что эти партизанские отряды должны были как-то существовать. Они должны были где-то брать хлеб, где-то брать одежду, питание и многое другого. То есть, чем они занимались? Они занимались тем, что, как бы, они, ну, не то чтобы грабили близлежащие деревни, но они были серьезной обузой для тех мирных жителей, там, Белоруссии, допустим, в той же, да, которые не хотели принимать этого активного участия в войне. И плюс, любой партизанский отряд навлекал кару на мирные деревни. Немцы приходили и сжигали эти деревни, считая, что деревни пособляют партизанам. И вот то, о чем глухо говорилось в повестях Василия Быкова, для Бородина была очень важная вещь. Вот как этот партизанский мир реально был устроен. И вот он пишет повесть «Ушел отряд», которую ему очень советую прочитать. Она небольшая и тоже такая, она очень важная. в смысле идей, характера, в суде. Там, в этой повести, показан староста, один из главных героев. Один главный герой – командир отряда, он убежденный советский человек, описанный Бородиным с невероятной симпатией. Вот это тоже загадка Бородина, что он при всей своей биографии, при всей этой своей тюремной судьбе, он очень любил советских людей. Вот просто любил советских людей, как факт, настоящих советских людей. Советских людей, которые искренне верят в эти советские идеалы. Потому что это было его детство, это был его этот поселок. Поселок, как идеальный советский мир, который существовал только как бы точечно, но существовал. И вот такого рода советские люди ему близки. А другой герой в этой повести – это староста. Ну, немецкий староста, то есть это русский человек, который пошел на службу к немцам. Как бы с одной стороны, фигура заведомо противная, предатель такой, Иуда. Но Бородин как раз показывает, что этот человек брал на себя неподъемную миссию. Этот человек брал на себя миссию сохранить жителей деревни в условиях жесточайшего противостояния между немцами и партизанами. Вот с одной стороны, есть партизаны с их задачами, с другой стороны, есть немцы, есть просто люди, женщины, дети, старики, которые как-то хотят выжить. И партизаны им мешают выживать, потому что партизаны как бы вызывают, призывают карателей со стороны немцев. И жители деревни хотят, чтобы партизаны ушли. И вот там возникает такая сложнейшая коллизия, сложнейшая драматическая психологическая коллизия, потому что партизаны-то и сами хотят уйти, но они не могут уйти, потому что они окружены болотами, и там очень сложно найти выход. И тогда немецкий староста вот это вот достает для них карту. Карту, по которой можно уйти. То есть на этой карте обозначен единственный реальный проход через болото, по которому можно выскользнуть из этого немецкого кольца, из этого немецкого окружения. И партизаны не понимают, то ли им верить этому старости, то ли староста хочет завести их в ловушку. И вот, а староста, он как бы из таких бывших людей, которые еще до 17-го года здесь жили, и которые не могут простить большевикам того разорения, которое они устроили. То есть вот, я говорю, это тема, как бы эта проблема, кого вы защищаете в 41-м году? Советскую родину или русскую родину? Вот как это разнести, как это в голове соотнести? Если советская стала тебе враждебным, а русская твое родное ей болит, а разделить их невозможно, потому что они сплелись воедино. Вот на уровне идеологии как бы все это звучит как-то вяло и не очень убедительно. Но когда ты читаешь вот эти вот книги, когда ты видишь вот этих вот русских людей, которых в этих условиях делают правильный нравственный выбор, и это, на мой взгляд, главная заслуга русской литературы, вот этой новейшей русской литературы, о которой я веду речь, как бы правильно сделанный нравственный выбор в тяжелейших условиях, условиях, которые не надо облегчать, которые не надо упрощать. Но упрощение может идти там история, идеология, кто угодно. Пусть идут. Единый учебник истории, я не знаю, все что угодно пусть делают. Но литература, вот она на это не пойдет. Она как бы, ее не отформатируешь. Она такая, какая она есть. И поэтому вот чем для меня дороги вот эти вот произведения, тем, что в них я понимаю, какой была война на самом деле. И именно когда их читаешь несколько, читаешь Бородина, читаешь Владимова, читаешь Астафьева, читаешь вот эти вот документальные воспоминания, с которых я начал, там того же Виталия Морозова, его книга «Так было», или воспоминания участников войны, или женщин, переживших оккупацию, которой собирала любовь Миронихина. Или еще один последний как бы роман, о котором мне хотелось бы сказать, это роман такого патриарха русской и советской литературы Даниила Гранина, писателя, которому, по-моему, скоро уже 100 лет исполнится. Сейчас ему, наверное, не знаю, там 95 или 96 лет. И вот этот писатель, несмотря на свой возраст, он продолжает работать. И несколько лет тому назад он написал такую небольшую повесть, которая называется «Мой лейтенант». Надо сказать, что Гранин тоже был участник Великой Отечественной войны, как и Астафьев. И у Гранина были произведения, посвященные Великой Отечественной войне. В частности, он вместе с Олесим Адамовичем написал такую книгу, которая в свое время имела огромный читательский резонанс. «Блокадная книга». Книга, посвященная блокаде Ленинграда. Вообще, для Гранина тема Ленинграда и тема ленинградской блокады она очень важна. Тоже ведь, вот смотрите, русская, советская. Когда в 1924 году Петроград был переименован в Ленинград, Иван Алексеевич Бунин, великий Бунин, написал в Париже статью «Миссия русской эмиграции». И в этой статье Бунин написал о том, что можно было принять ставку Батыя, ну, России, русским людям, русскому народу, но нельзя принять город Ленинград. Вот как бы с точки зрения Бунина переименование Великого Петербурга, Великого Петрограда, Пушкинского, Гоголевского, Достоевского, Чеховского, это верх цинизма и такое вот чудовищное советское преступление против русского духа. Так писал Бунин в 1924 году. И сегодня, да, этот город вернул свое прежнее название. Но блокада осталась ленинградской. И это невозможно выкинуть из истории. Она не петроградская, она не петербургская, она ленинградская блокада. И с этим ты ничего не сделаешь. Я говорю, опять пример вот этого невероятного сплава русского и советского, которое только художественно и можно осмыслить. И вот книга Гранина и Олеси Адамовича как раз была об этом, об этой чудовищной истории. Кстати, тогда Астафьев тоже выступил с очень резким интервью в свое время, в котором он сказал, что Ленинград надо было сдавать немцам. Потом был убежден, Виктор Петрович Астафьев был убежден, что то, что Ленинград немцам не отдали, это было преступление против собственного народа. С этим можно соглашаться, не соглашаться, но я к тому, что взгляды на войну могут быть разными, взгляды на историю могут быть разными. И с моей точки зрения, это правильно и это нормально. Причесывать всех под одну гребенку совершенно не обязательно. Так вот, Гранина, возвращаясь к Гранину, Гранина написал книгу, которая называется «Мой лейтенант». Она очень интересная, потому что мне единственное, что жалко, что она маленькая по объему. Мне жалко, что он стал писать эту книгу уже в конце своей жизни, но в этой книге он поразительно совершенно описывает состояние офицера, который защищает Ленинград. Который защищает Ленинград и имеет возможность быть на фронте и внутри этого города. Потому что мы как бы привыкли воспринимать ленинградскую блокаду как замкнутое пространство. И, наверное, для жителей Ленинграда, для тех, кто там работал, для тех, кто испытывал эти невероятные муки, голода, так и было. Это был замкнутый мир, из которого невозможно вырваться. Ну или только дорога жизни. Но были же офицеры, которые были на линии фронта. И у них было другое мироощущение. И вот этот город, как бы показанный с разных точек зрения, вот в этой повести это удивительно точно схвачено. Здесь тоже такая вольная или невольная полемика со Стафьевым. Потому что Гранин видит не только бесчеловечность в войне. Гранин как раз и видит в войне и проявление каких-то человеческих отношений. Поэтому это то произведение, которое, на мой взгляд, также необходимо учитывать, говоря об этой современной российской военной просьбе. И это произведение относительно недавнее. Оно было опубликовано, если не ошибаюсь, в 2010 году. Может быть, в 2009. Но, во всяком случае, это одна из таких последних книг, посвященная войне. И еще одна ее важная жанровая примечательность, если именно о жанре говорить. Я говорю, что в русской литературе есть такое мощное документальное начало. Но и есть такое начало, связанное с вымыслом. Фикшн и нон-фикшн. И вот в каком-то смысле, скажем, Владимов, это, конечно, фикшн. Его роман – это вымысл от начала до конца. В нем действуют вымышленные герои. Есть реальные герои, типа Власова и Гадриана, но все-таки основной сюжетный такой массив этого романа – это, конечно, это роман. Это как вот у Толстого «Война и мир». И там даже отсылки к «Войне и мире» есть. Есть Астафьев, у которого герои-то вымышленные, но слишком вот эта вот документальная вот эта вот правда, которую вы должны, такая непереваренная как бы даже, сырая, непропеченная, потому что ее пропечь, переварить ее невозможно, а только принять такой, как она никакой обработке не поддается. И есть грань, которая как бы соединяет документальное и художественное, потому что это мемуарная повесть. Он говорит о самом себе. Он вспоминает свою юность. Он вспоминает, как это все начиналось. Как начиналась война, свои ощущения от начала войны. Вот тут очень важен психологический портрет молодого человека той эпохи, который попадает из мира в войну. То есть вся страна попала из мира в войну. Но важно же знать, как каждый из этих людей попадал. И вот он описывает себя, вот эту свою молодость и войну. Война гуляет по России, а мы такие молодые. Это же известные поэтические строчки. Вот в каком-то смысле это может быть таким девизом, таким литмотивом этой повести. И вот дальше ход событий, которые в ней описываются, это вот это соединение его воспоминаний, его мемуаров, его автобиографии и явно выстроенного сюжета. Выстроенного сюжета. И вот такой сплав документального и художественного, мне это представляется тоже важнейшей чертой современной русской литературы. И подводя итог, я хочу сказать, что такое сложное явление, как война, Великая Отечественная война в нашей истории, вот оно, с моей точки зрения, безусловно, находит такое же сложное, такое же противоречивое отражение в русской литературе, которое нельзя облегчать, которое нельзя упрощать, но высшей идеей которого все равно является святость нашей победы. Теперь давайте, если у нас осталось немножко времени, его немножко осталось, если какие-то будут вопросы, то я на них попробую ответить. Спасибо. Спасибо. Если нет вопросов, тогда, да, пожалуйста. Как Вы оцениваете Симонова? Ну, я имею в виду, поточнее, в его мемуаре есть в одном месте, значит, буквально документально описана история создания амфиловцев, подвигов. подвиг был, люди погибли, мы от Москвы не допустили, но потом, больше сорока лет, что уголовное дело, о том, что же такое получилось, что среди павших амфиловцев оказались все самые живые и предатели. То есть, это была халтура газетчика. Как Вы это пояснили? Потому что, лучше меня было. Ну, я, к сожалению, не до такой степени хорошо знаю этот сюжет, хотя, вроде бы, тут даже у нас такой скандал случился между руководителем архивной службы и министром культуры, связанным с подвигом панфиловцев. Понимаете, какая вещь? Это как будто Зойка Смедемьянской тоже, да, то, значит, вот ее возвеличивали, то ее объявляли там террористкой, которая немцев подожгла. Мне кажется, что вот эти вещи надо различать, как бы, есть символы и есть правда. И то, и другое на самом деле нужно. И если в сознании народа укоренился подвиг Зои Космедемьянской, то никакой необходимости этот подвиг развенчивать нету. Но правду знать тоже надо. То же самое с панфиловцами. Эти люди, не эти люди, но важно, что действительно немцы были около Москвы остановлены. Понятно, что они были остановлены ценой подвига тысяч русских людей, русских солдат. если были конкретные фальсификации, связанные именно с образом панфиловцев, то это действительно такой узкоспециальный вопрос, который должен быть предметом разбора профессиональных историков. И, наверное, это нет смысла выносить на всеобщее обсуждение до тех пор, пока профессиональные историки сами с собой не разберутся. то есть я здесь за некий такой профессиональный подход к истории, корпоративный подход к истории, который, ну, может быть, врачебная тайна слишком громко сказать, но это дело профессионалов. профессионалы должны сидеть и разбираться, как оно там было на самом деле. Но это ни в коем случае нельзя смешивать с идеологией, потому что идеология должна как бы по своим законам развиваться, она нужна. Казаказов, бессмертный полк, который был и который всех потряс, это идеология. Это прекрасная идеология. И, наверное, может быть, профессиональные историки тоже могут посмотреть на какой-нибудь портрет, придраться к этому портрету и сказать, что этот человек не был героем. Но это вовсе не отменяет того факта, что бессмертный полк есть бессмертный полк. Поэтому историки должны заниматься своими профессиональными делами, и я не думаю, что эти вопросы должны выноситься на какое-то широкое общественное обсуждение. Это должно быть вот на конференциях, в научных сборниках, а у журналистов должна быть ответственность. Мне кажется, вот должна быть некая журналистская этика, и журналисты все это должны понимать. И не... Я как историк литературы тоже могу об этом сказать. Есть какие-то... Журналисты все портят, они находят какие-то факты, которые им кажутся жаренными, или факты, которые можно представить как жареные, выдирают эти факты из контекста, и тем самым меняют общую картину событий. Другой стороны, это их профессия. Это их профессия, это профессия, это условия информационного общества, в котором мы живем. Поэтому, с моей точки зрения, в любом случае надо сохранять трезвость, не искать нигде сенсации, понимать, что дьявол кроется в деталях, и тихо, спокойно, с опорой на документы разбираться в тех или иных обстоятельствах истории, но не вводить никакую цензуру, не объявлять какие-то темы запретными, не объявлять какие-то темы заранее решенными. Наука, а история это наука, требует прежде всего объективности. Еще какие-то есть вопросы? Нет вопросов? Тогда всем спасибо большое за внимание, и всем доброго здоровья. Субтитры создавал DimaTorzok